Сегодня будем делать ушки костюмом. Эта деталь способна дополнить любой наряд и даже преобразить его. Начнем с подготовки необходимого. Потребуется фетр. Чем больше цветов ткани будет использовано, тем лучше и ярче получатся ушки. Также подготовим ножницы, карандаш, лист бумаги, нитки и основу обручи. Вырезать ушки лучше по шаблону. Для этого рисуем форму ушей, которые нам понадобятся. Можно воспользоваться эскизами из сети интернета или в крайнем случае нарисовать их самостоятельно. Первыми сделаем зайчьи ушки. На отрезок фетра переносим шаблон. Заметьте, фетр сложен пополам, так чтобы нижний край был цельным. Используйте яркие контрастные сочетания, тогда аксессуар выйдет привлекательным. В итоге должны получиться четыре детали, которые соединены по узкому краю попарно. Вырезаем из первого шаблона дополнительную деталь меньшего размера. Лекало переносим на фетр другого цвета. Пришиваем. Крепим детали на обруч основу. Сшиваем по нижнему краю прочным швом. После по периметру швом через край сшиваем детали. Если вы немножко перетянете нитку, это даже в плюс. Края ушек будут легко формироваться в нужном направлении. Так как ушки высокие, вряд ли они самостоятельно смогут держать форму. Но если присобрать и стянуть нижний шов плотнее, то эту проблему можно решить. Ушки зайца готовы. Займемся кошачьими ушками. Точно так же готовим лекало. После переносим на фетр. В этом случае фетр плотный. Ушки прочно будут держать форму. Выкраиваем детали контрастного цвета меньшего размера. Пришиваем. И теперь сшиваем парные детали на обруч. Фетр лучше всего шить однотонными нитками швом через край. Это сделает изделие более аккуратным и придаст ему завершенный вид. Ушки могут быть любых размеров и разных форм. Для более крупных старайтесь найти фетр поплотнее. Такой аксессуар сможет сделать любая мама буквально за несколько минут. Он послужит отличным дополнением к праздничному наряду. Редактор субтитров А.Семкин